Деяние апостолов, глава 12. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли тюрьму. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили, «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил сторожей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеев к Исарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою и Иоанн, прозванного Марком. Продолжение следует...